Власти новой чары Каларского района Забайкальского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нападения бродячих собак на людей. Только за неделю в поселке было зарегистрировано более 10 таких случаев. Районные власти приняли решение ввести режим ЧС и рекомендовали станции по борьбе с болезнями принять оперативные меры. Прокуратура Александрово-Заводского района Забайкальского края выявила многочисленные нарушения в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Недочеты найдены во всех 12 средних школах района и двух детских садах. Комитет городского хозяйства Читы объявил аукционные услуги по содержанию безнадзорных животных, стартовая цена которого составила 3 миллиона рублей. Задание аукциона включает в себя учет поступающих безнадзорных животных, медицинский осмотр, оказание ветеринарной помощи в случае необходимости содержания животных в соответствии с типовым положением о приюте. Срок приема заявок истекает 11 декабря 2017 года. Правительство Российской Федерации направило в Забайкалье 810 тысяч рублей на частичное покрытие расходов, возникших из-за природных пожаров весной 2015 года. Напомним, что в Забайкальском крае в апреле 2015 года во время пожаров сгорело более 200 жилых домов в 18 населенных пунктах. Депутаты Забайкалья единогласно проголосовали за изменения в региональный закон, согласно которому губернатору края дается право уменьшать размер ежеквартальной премии по результатам неудовлетворительной работы. В частности, речь идет о ежеквартальном денежном поощрении членов правительства, размер которого губернатор сможет уменьшать своим распоряжением в зависимости от результатов их деятельности. Читинская епархия впервые выиграла президентский грант. Проект летняя смена преображения для детей из многодетных, опекунских и неполных малообеспеченных семей, подготовленный совместно с Забайкальским войсковым казачьим обществом, стал обладателем поддержки в 480 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова